сегодня приснился интересный сон что-то такое меняется в моей жизни такое что-то большое одно ушло отжившие новое пришло народившиеся очень интересно и вот мы свою жизнь как-то расцениваем вот по событиям которые тут у нас здесь происходит на самом деле как это мое мнение как невидимая часть айсберга находится под водой но тем не менее она руководить тем что наверху точно так и здесь но допустим встреча с будущей своей женой я никогда там не пошел бы работать на виноводочный завод зачем мне это надо вообще-то а именно там я ее встретил то есть вот эти вот какие-то подводные течения они нас направляют чтобы чтобы это вот жизнь пошла по каким-то таким интересным направлением руслом ручейкам что ли очень очень интересно вот с этой позиции подойти сны интересная вещь как раз это не толкуют разного рода совершенствах ваших достижениях тех истинных они ложных которые у вас есть я вспоминаю я ярчайшие сны на голоде особенно во время моей попытки перейти на праническое питание вот для многих перейти на праническое питание так как это цель какое-то там достижение оказывается на самом-то деле праническое питание так как своего рода не промежуточная цель и не достижение а просто как бы сказать и даже не дар как это правильно выразить это просто появляется как следствие вашего духовного процесса если вы действительно там на каком-то там довольно таки высоком духовном уровне чего-то там такого достигли это как следствие этого процесса только раз она тут появилась то есть вы не надо достигать надо специально для этого работать она появляется само собой но работа идет не в направлении того чтобы чтобы вот питаться праны а направление идет это чтобы у вас изменилось сознание стало на совсем по-другому работать вот это будет то что надо ну что это следствие так вот вернемся к моей попытке перехода на праническое питание я согласно джаз мухин там надо вот столько-то там поголодать на сухо как раз я недельку все это выдерживаю и она там говорит вот такие-то такие-то будут вихи и как раз я все эти вихи и видел и вот самое интересное уже просто сказаноDelete уже непосредственно как-то сказать ты будешь иметь это совершенство или не будешь ему вне сп Time Я значит на какой-то такой высокой горе Вроде как тут Ну вот примерно Вот такие вот там Такое освещение Светотень и так далее А вот здесь яркое место И бьет такой Родничок Но он как бы с такой Водопадиком И этот водопадик Выбыл Ну довольно таки глубокую Глубокий водоемчик И вода в нем Ну я такой воды вообще не видел Кристально чистая Я в нее ныряю Раз И под водой На дне лежат Различного рода Какие-то драгоценности Камушки там Украшения Я вот их собираю там цепочки Еще что то То есть это как бы сказать Мои прежние Наработки в этом Плане Вот я выныриваю Значит Собравши все свои Те достижения Омывшись Очистившись И вот тоже Так с одной горы На другую И я так откопил Но нет не туда куда надо А несколько в другое место И смотрю Она там Вот так вот Как вот здесь вот Водная преграда И кстати Водная преграда Тоже там Вода чистая Я прямо там В глубину вижу Там На эти Метров там На 10-20 Что-то Не получилось То есть здесь Как бы Сама цель Не само питание А нечто иное В результате чего Оно появляется Само собой И вот сегодня был Такой интересный Сон Удивительный Сон Я чувствую Что он Знаковый Но не все сны Надо рассказывать Пока они Не совершились Потому что Это Ваши Личностные Достижения В жизни И они даются Только вам Если вы Рассказываете Кому-то Вы это Сразу же Делите Пополам А если Он там Еще Расскажет То есть Тут Должна быть Некая Тайна Некая Тайна Должна Вот Я сейчас Как бы Сказать Ту Скрытую Часть Жизни Особенно Как Как-то явственно Как она Руководит С кем она Нас Сближает Просто Удивительно Я как в прошлом Восточный человек У меня Такие Вот Встречи Вот В городе Это одно Тут С кем я там Жил С кем я там Еще вырос Учился Так Немножко А вот Все остальное Это Как правило Люди Восточной Наружности С которыми Я вот Завязывал Какие-то дела Печатал Те же книги Ну вот И сейчас Встречаюсь Интересно Все это Видеть Вот Когда Это было В далекой В далекие Прошлые века В Индии Потом Где-то Монгольские Степи Все 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 Эти Люди Выплывают И так Как у нас Сегодня на прогулке Пошла Духовная Тема Что в основе Достижений Духовного Плана Лежит Смирение и все вот эти вот голодание посты молитва затвор и обед молчания ну ряд других послушания разного все они все они направлены на то чтобы у человека возникла смирение смирение и в этом смирение чтобы он почувствовал волю творца его создавшего которая не узаботится который ему дает все что ему нужно и ровно столько сколько нужно вот потому что смирение не бывает в том случае когда ты хочешь больше больше особенно страшная вещь получается когда у уже все есть хочешь еще больше и тут уже никакой духовности речи не заходит смирение и все что для этого делается служит одной и той же цели смирение 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 за которую возникают новые интересные явления то есть очень трудно самого себя смирить очень трудно но когда смирил и вот подумал что как-то ты объединил мир свой то у тебя ну желание то эти другое желание а тут только хоп вот это вот работал работал на собой как-то думаешь вот это вот это нельзя тут мне мороженое теперь есть ты теперь там то нельзя теперь вот это нельзя как-то вот 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 хочется хочется вот эти все хотелки тебя рвут на части а смирение делаете целью и вот когда становишься целью опачки открывается совершенно иной мир вот это именно духовный красивый мир с различными мирами планеты то есть это качественно а ровно такой скачок происходит с личностью человека и он это это забирает собой туда следующего воплощения поэтому когда говорят что нет никаких воплощений это важно почувствовать то есть это надо чувствовать а пока нет чувств вот этого но о чем о чем можно говорить это все звучит странно и тогда многие вещи открываются в истинном свете свете и своей природе новый поворот и мотор живет а тело куда-то прет чувства скачут в разные стороны разрывая повозку и выбрасывая седока а надо все это под контролем держать даст ист контроль и вот тогда то все собранное в кулак идет ох ты смотри как мне это самое озарила можно сказать накатила благодать в таких бурашки побежали миленький знать и какая-то возвышенная радость вот что значит в поток войти это вам не ух ты выйти из бухты а это вам выйти в океан хорошо как хорошо просто замечательно да вот чтоб разного рода так сказать смирение возникло вот у меня например такая вещь была с с этими там машинами с чернушкой что-то там поломалась эти ремонтеры толком не могут сделать то сделали да не так то сделали да забыли то сделали да да мне сказали не то что надо и все это затягивается 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 и вот раньше бы я так допустим вспыхнул как порох вот этот момент смирение вспыхните вы в данной ситуации или не вспыхните либо поведете себя осознанно осознанно и спокойно и в конце концов встала на свои места юмбой мерили этот датчик кислородных который сгорел и вместо восьми цилиндрового мотора значит подумали что это 6 цилиндровый мотор а у них по-разному стоят датчики и вместо сгоревшего сгоревшего датчика заменили целы а тут так и остался я еду чек чек ин в моторе горит и все и так и сяк и сяк и так ну молодец головатый мастер армен все таки выправил дефект все сел поехал все нормально все хорошо оп вот туда я не пойду вот это смирение 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 и вот хорошо еще осознавать очень много там я кое-чего читал ну вот естественно там и про смирение указывалось люди то прошли этот путь но ты не готов к восприятию вот этой правды вот это истины и что получается для тебя это информация просто она там информация какое-то там смирение что-то еще то есть ты к себе это не применяешь а раз ты не применяешь значит ты оказывается не то не все и вот я вчера очень много времени потратил читая про кровеносную систему читая про лимфатическую систему особенно про лимфатическую систему там открылось очень много нового а эту статью то я написал можно сказать несколько лет уже назад вот кое-что отложилось но когда я читал я как бы сказать вновь что-то новое для себя нашел из своей же статьи вот и как раз она дает мотивацию на такое простое упражнение которым является ходьба мы во время ходьбы нормализуем свою лимфатическую систему просто чтоб она нормально работала не более того то есть не лечим не еще как-то много вопросов о том как ее там очистить как еще но ничего там не надо очистить то есть организм самообновляется раз он самообновляется то создайте ему условия и он восстановит сам себя ну естественно если там что-то такого уж не произошло существенного то есть да каких-то серьезных разрушений в организме из-за своей глупости себя не надо допускать как айсборх в океане и все мои печали под темные водой это мне из разных стран позвонят да ты что сегодня из Самары позвонили ну это Самара это не страна это город смотри если там это Сибирь, Тунис смотри если если это не знаешь то тогда не бери я ж не беру хотят что-то с тебя поиметь а то у тебя велика не будет а я такой холодный а ты такой голодный а айсберг в океане плывет себе плывет мельки я не знаю это не знаю это и о вот интересная точка с которой я снимаю то есть как меняется картина здесь дерево зима снег весна лето потом осень будет за конечно косят надо все покосить смотрите вот тут-то веселенькая картина и здесь все прошлись прошлись косари и все мои печали кстати сегодня моя подружка по ютубу ольга прислала видео ссылочку на видео в котором рассказывается обо мне так ну более-менее такое нормальное видео что чё почему и как без всяких там каких-то подробностей пишут однако вот там где-то 4000 с лишним просмотром а у меня видео там набирает просто смотря какие редко там тысячу ну подкрадывается потихонечку то есть потихонечку видео тоже начинают тысячу за тысячу ходить конечно есть удивительное видео про геморрой геморрой я от него избавился который что-то там бьет рекорды геморрой щеков видать очень много целом в мире ну это и не мудрено разного рода вмешательства неестественная еда неестественное поведение отсутствие двигательной нагрузки порождает застой застой венозной системе естественно начинают там дуть шишки на ногах вены вот и много-много и практически все это опять-таки связано с лимфатической системы нет должного ухода за ней нет нет ее нормальной работы которая возникает только тогда когда человек лежит либо идет а мы делаем что а мы сидим ты ты такой всякой кстати на этом месте я много лет назад бегал когда еще там так сказать йогой занимался активно голодал и такой смотрел на солнце времени на солнце на небо и ил такой блестящий значок и вот я тут как раз бегал и вот я бегу подымаю глаза так не вижу этот значок и как шарахнет такая вспышка и потом я как бы пропал на какое-то время потом раз очнулся я бегу то есть вот это уже как бы сказать феномены тонких миров вспышки там прозрение вот вот так могут выражаться кстати улучшилось обоняние это очень важная вещь когда у человека что-то там такое происходит положительно на духовном плане у него потихонечку обостряется чувство а именно но особенно это ощущается вроде слух не так зрение не так а вот обонять не она у меня такое было но более-менее на голоде конечно она была хао как у собаки а вот часы так чувствую и даже интересно чувствуется это на передаче малахов плюсами чувствуется когда человек поражен каким-то полевым паразитом от него пахнет дерьмом то есть солидный человек чистый может быть со стереть с цепенями наука различные там от него близко подойдешь дерьмо воняет в это как раз говорит о том что он поражен этим мягко выражаясь полевым паразитом который в нем сидит нафиг и всего ауру прокоптил благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малахов про доброго здоровьица и до новых встреч